Помню Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Сегодня мы с вами, как и всегда, поговорим о том, что, я надеюсь, до сих пор есть у каждого из вас О том, чего не было в далекие советские времена в Советском Союзе О том, о чем так непросто говорить подрастающим поколениям И о том, что беспокоит это самое поколение задолго до выпускных экзаменов А разговор пойдет о сексе В гостях у нас сегодня замечательный актер, режиссер, певец Гера Сандлер Гер, добрый вечер Добрый вечер Я позволил себе сразу начать с ненормативной лексики Потому что и тема нашей сегодняшней передачи Это ненормативная лексика И с сексуальной терминологией, скажем так Да, но эта ненормативная лексика Переведена с французского языка Исполнена она великим французским бардом Жоржем Брасанцем Ну-ка, ну-ка, и как будет жопа по-французски? По-моему, жопа будет по-французски Насколько я помню А большая жопа? Гран-кю? Кю-гран? Может быть Все возможно Я небольшой знаток французского языка Я не углублялся в оригинал Я углублялся в перевод Который мне очень понравился Потому что, я думаю, что ненормативная лексика Ну, в этой песне герой, он как бы очень страдает от того, что От того, что употребляет, прошу прощения, ненормативную лексику И он хотел бы вообще петь и о розах на заре И обо всем остальном Но в связи с своей профессией он матерится с эстрады Я считаю, что... Но герой страдает А ты сам страдаешь? Я не страдаю Но слова употребляешь? В работе точно Я даже больше тебе могу сказать, что я думаю, что когда ты русскоязычному актеру Ну да, работа тоже неким образом, сексуальные отношения определенные Нет, это абсолютно Я считаю, что вообще отношения режиссера и актера Это отношения строго сексуальные Потому что энергетика взаимоотношений Если она не выстроена на сексуальном уровне Ничего вообще у актера из роли не получится А у режиссера не получится ему объяснить Поэтому ненормативная лексика, она просто необходима Я тебе могу, например, очень простой пример привести Ну, это, конечно, с русскоязычными актерами Например Вот ты стоишь перед актером и ты начинаешь ему объяснять Значит, вот, Лерочка, ты понимаешь Вот, значит, концептуально в этой сцене В тот момент, когда главный герой Он неожиданно проявляет свое влияние Я ничего не поняла Вот, правильно Но это не совсем так И вот таким вот боком я начинаю тебе говорить А ты в этот момент чувствуешь некое отторжение И я тебе просто говорю Лерочка, вот здесь ты охуела Я сразу все поняла И человек сразу все понимает Потому что, видимо, вот эти слова Охуела в смысле, я шакалю, я переигрываю, пережимаю Нет Есть ведь нюансы Нет, нюансы Нет, я имею в виду, нет Твоя реакция на то, что происходит на сцене Как, скажем Вот это самый такой пример, который мне в голову приходит Потому что тогда актер сразу понимает Чем же ему, собственно говоря, на сцене заниматься И я за ненормативную лексику Хотя многие, когда заходят Может быть, поэтому не стоит допускать людей на репетиции Потому что они думают, что режиссер с актером Страшные матерчинники Страшные матерчинники Просто грубые люди, это не так Как раз-таки речь идет об очень тонких вещах Об очень тонких Которые другими словами просто и не выразишь Если уж ты заговорил о том, что мы делаем на сцене Какие слова-синонимы, я так понимаю Ну, хорошо Раз уж ты заговорил о том, что мы делаем на сцене Какие слова-синонимы ты знаешь К выражению заниматься любовью Ну вот кроме трахаться, ебаться и так далее Все, я перечислила все синонимы, да? Согласись Это первое, что приходит на ум Да, заниматься любовью Чпокаться, я вот слышала недавно В русском кинематографе Они употребляют это слово чпокаться Мне нравится, я недавно побывал в Польше Но у них, правда, мат не такой богат, как у нас Они по каждому поводу употребляют слово пердолить Пердолить Да, вот это вот слово у них идет и по поводу секса И по поводу каких-то, и в магазине они таким образом отношения выясняют Но это не имеет, как бы, отношения к слову пердеть, правильно? Это не однокоренные слова? Нет, это не однокоренные слова Хотя звучит похоже очень Все звучит похоже, но пердолить это пердолить Это как бы у них, это активное выражение своей сексуальной и моральной направленности, скажем так Ну хорошо, а вот как вы с женой называете то, что вы делаете? Вот занятие любовью Мы анах нос и маава, потому что мы это делаем на иврите На иврите Слушай, это потрясающе интересно Как заниматься любовью, да? Пердолить человека, который говорит на неродном тебе языке Ну я не думаю, что я пердолю человека, который все-таки заниматься любовью Это несколько грубоватая коннотация Занимаешься любовью с человеком на неродном тебе языке Вот так это происходит, если не секрет Вот без грубости, понимаешь? Потому что вот такие слова, вот такие грубые слова Которые, например, я слышал замечательно, один артист Не буду вам не рассказывал, как он был в Украине И один молодой человек прощался со своей заздобой на вокзале И говорит ей, ну до свидания, пиздонька моя Это очень нежно, понимаешь? Я не вижу в этом никакой грубости Но как это на иврите, ты знаешь Ну как-то мы справляемся, в общем-то Со всеми заданиями Это очень долго подбирать слова Я думаю вообще, что Коль уж мы заговорили о ненормативной лексике Я все-таки как-то ее для себя отношу Эту ненормативную лексику, как ни странно К внутритеатральным деловым отношениям Ты все сводишь к работе, боже мой Да, потому что для меня вообще секс, само понятие, оно более, как бы сказать Я могу честно сказать, что оно у меня понятие более интуитивное Тактильное, это все на уровне Кстати, по поводу тактильности, ты можешь немножко вот отодвинуть пиджак? Я могу, ты знаешь Да, он шумит Хочешь положить гитару на пол? Да, ты знаешь, как Акуджава пел И комиссары в пыльных членах склонятся молча над мной О, все в тему Ну понятно, что это все в тему Потому что мы как бы Мы пошли, мы анализируем 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 все, что может быть связано с лексикой Но действительно, я считаю, что сам секс, он для меня больше идет на уровне какого-то, действительно, больше инстинкта, более пяти, так сказать, органов чувств По поводу органов А как вот органы называть так, чтобы это, с одной стороны, не было обидно, с другой стороны, вот кроме нецензурной лексики у меня Я есть, у меня замечательный такой пример Вот Один мой знакомый, нетрадиционный сексуальной ориентации Он мужской половой орган называл Древесным стволом Понимаешь? Так что у него было совершенно святое отношение Это по аналогии с нефритовыми стеблями Нет, он говорил с геза шель Это так у него было такое к нему отношение Более там Я знал другого человека, который просто со своим половым органом вступил в чисто деловые отношения Называл его Василий Степанович, он с ним здоровался каждое утро в душе, при брите То есть это были очень интеллигентные Вообще, ты знаешь, даже с ненормативной лексикой можно выстроить очень интересные, так сказать, вообще какие-то внутренние свои связи Знаешь, вот есть люди, которые ругаются матом, я, например, слышал о таком артисте, замечательном, покойном театре сатиры был такой артист Минглет Говорят, что он был неповторимый совершенно матершинник А вот у меня, например, иногда выходит вкусно выругаться, кому-то это нравится, а кому-то это не нравится Есть женщины, которые говорят фе, есть женщины, которые не говорят фе, но при этом им не нравится, когда я могу употребить даже в компании более-менее То есть я, конечно, в официальном месте буду говорить красиво, но понимаешь, когда у тебя есть такие два замечательных русских слова, как пиздец и хуйня, которые выражают, которые в себе несут вообще какой-то неограниченный запас, какой-то ассоциативный ряд совершенно сумасшедший Потому что пиздец может быть и положительной коннотации, и в средней, и в отрицательной, и в любой, хуйня тоже может быть в разной коннотации Это чаще отрицательная, да? Ты знаешь, но все равно, ну понимаешь, ну если мы с тобой скажем друг другу, вот это вот хуйня, понимаешь, ты сразу поймешь, о чем разговор, и мне не надо будет вот эти вот слова Ну так, это дело в контексте уже, да? Да вот, понимаешь, мне не надо будет все эти словеса сейчас говорить, потому что мы сразу все поймем, значит, все, что мы с тобой до этого наговорили, это был пиздец, какая хуйня, и все, и можно делать Хорошо, а вот ненормативная лексика, да, вот грубое выражение во время занятия любовью, насколько для тебя приемлемо? То есть когда женщина там, не знаю, в азарте, страстью начинает грязно ругаться Все приемлемо, потому что если это к месту, то приемлемо все Ну кому-то это может понравиться, кому-то нет У кого-то может все и упасть Я думаю, что как ни странно, вот знаешь, вот если я сейчас так подумал, как ни странно, когда ты переходишь в постели на грубую нецензурную лексику, это обычно происходит тогда, во всяком случае у меня, когда ты с человеком уже очень хорошо знаком, у вас очень, у вас, так сказать, сексуально сложившиеся отношения, и только тогда ты переходишь на нецензурную лексику Потому что вот как раз в самом начале это действительно может испугать, это может вызвать одоржение, это может покоробить, а когда ты с человеком, и тогда это может действительно добавить Признак близости определенной, да? Да, вот как ни странно, для меня это признак близости, насколько вот я считаю, это конечно-конечно уже по прошествии какого-то времени, когда ты своего партнера очень хорошо знаешь Хорошо, давай проверим немножко твою эрудицию, не знаю там запас слов твой, у нас осталось буквально там 3 минутки до конца, слово грудь Букварь, да Слово грудь, какими еще словами можно назвать женскую грудь? Титьки, это у меня приводит Титьки, сиськи Сиськи, и все, да Перси, но перси это не ругательство Перси это уже, это уже, да Хотя я думаю, что для современного человека молодого это как минимум ругательство, потому что он не знает Не, ну иногда грубо говорят вымя, но это очень грубо, это совсем, это, видишь, рябочка нормативная, но это как бы очень не то самое Ну, еще что? Свинки мои твои Ты знаешь, я жалко без блокнота, я бы это записал, да, и даже перевел бы на еврей, ты использовал бы хазеронимши, это как будет, это очень интересно Ну, они похожи, да, как бы соски, они похожи на пятачки, не знаю, как тебе это? Я тут понимаешь, я, знаешь, как говорят Хорошо, женский половой орган Ну, кроме пизды, да, как бы Ну, вот то, что я слышал, я сказал на вокзале, это очень, ну, при прощании Ну, пизденька, это определение для человека, да, он назвал так свою возлюбленную Да А вот само тесто этой возлюбленной, как еще можно назвать? Лоно Лоно Да, как-то у нас Сокровишница Сокровишница страсти Согласись, как бы, да, вот в сексе не так много, на самом деле, ненормативной лексики, раз-два я общался Ну, я же говорю, не в том же дело Не, мне казалось, что я готова, когда я готовилась к передаче нашей с тобой, что слов-то намного больше Ты знаешь, когда ненормативная лексика, когда, это уже для другой передачи, когда, про измену, там сразу и в сексе, и до, и после начинается много ненормативной лексики по поводу и не по поводу А тут действительно, вот как мы с тобой сейчас определили, я думаю, что в данном случае, на мой взгляд, ну и, наверное, уже на твой Ненормативная лексика появляется в момент определенной для меня близости с человеком, нежели, так сказать, при первой встрече, давай я тебе там покажу, на что я способен, что я такое могу завернуть Вот, хотя, я думаю, как прелюдия к сексу, матерные анекдоты, они, как ни странно, очень хорошо действуют на женщину, в определенной тоже То есть, покорить сердце женщины можно с помощью матерного анекдота? Да, не обязательно, прошу прощения, не обязательно, вот это тоже какой-то, знаешь, штамп, покорять сердце женщины, только, так сказать Но женщины любят ушами Ну, женщины любят ушами такие слова тоже Рассказать хороший какой-нибудь матерный анекдот, он очень, очень, так сказать, даже, почему бы, почему бы и нет С вами была Леротика с Валерией Поляковой Редактор субтитров А.Семкин